Всем добрый вечер. Вас приветствует Отус. Среди большого количества наших самых различных программ сегодня мы с вами на территории 1С. Знакомимся с темой ХДТ. Так, вытеплашаем краном. И также знакомимся с нашим курсом DevOps 1С. Сегодня у нас открытый урок. Имеет такое название, как переезжаем в EDT из конфигуратора. Меня зовут Пасхин Юрий. Я программист-разработчик. Заканчивал наш физический вкутет в Нижнем Новгороде. В период технологии 1С работаю довольно давно. И вот именно с EDT и ГИД я работаю довольно плотно вот уже два года. Много чего интересного поднакопилось, чем я с вами сегодня поделюсь. То, что я так в том числе преподаю на нашем курсе DevOps 1С. Итак, маршрут нашего вебинара такой. Сейчас мы с вами знакомимся. Я вам рассказываю про Otus. Дальше мы заглянем в такую интересную область, как установка плагинов в EDT. Познакомимся с тем, как в дальнейшем мы организовываем работу с ветками ГИД, когда у нас работа уже проходит командная не в хранилище, а в ГИТе. Дальше мы посмотрим те ситуации, в которые вы совершенно точно попадете, когда совершите свой первый, так скажем, шаг из командной работы в хранилище и в работу, в командную разработку уже в ГИТе. Будут затруднительные ситуации, которых я назвал и таким образом. И как из них выходить, чтобы не сильно испытывать стресс и не задерживать работу. Посмотрим в дальнейшем уже на наш курс. Познакомимся с командной курса. Посмотрим, как у нас протекает обучение. Как это все связано с дальнейшим построением работы и карьеры. И порефлексируем, задаем вопросы и так далее. Сейчас давайте устроим несколько минут знакомства. Как вас зовут, откуда вы, какой у вас опыт в IT, с какой основной целью вы записались на занятия. Мне очень интересно. И идти по времени будет полтора часа. Так это запрограммировано, заложено. Давайте вот так сделаем. И вы немножко про себя напишите, расскажите. Мне это поможет, например, сделать какие-то акценты. Потому что я рассказываю. Гидбэк всегда приятно видеть, слышать. Сталкиваюсь ли кто-то с отусом, знает ли кто-то, кто у нас учился. Может быть, не слышали об отусе, поставьте минус. Кто-то из вас уже в EDT работает, пробует, планирует. Так, вижу. У Андрея в 1С большой опыт. Отлично. EDT – это как раз про освоение современных инструментов. И EDT, Алтай, производство, РП, ряд удаленщиков. Алтай. Люблю горный Алтай. Три раза там был на треках. Ряд удаленщиков. Павел, Минск. Да, вижу, что Павел хочет из конфигуратора. Действительно, уже можно. Юля, полтора года. Развитие, профессия. Вот, кстати, тоже очень распространенный момент. Те, кто начинают вот сейчас работать в 1С. Вот я лично рекомендовал бы, как человек, который надо там, оставником работать, уже начинал бы прямо с EDT. Уже можно. Надежность софта очень хорошая. То есть я отслеживаю все текущие релизы, которые делаются. Команды разработчиков. EDT все очень ускоряется. Рекомендовать можно. Так, ну, давайте посмотрим. Правила вебинара у нас. Приветствуем, что вы активно участвуете. Вопрос задавайте в чат. В чатике могу не сразу увидеть, но потом прочитаю, обязательно отвечу. Как по скорости EDT на среднем компе? Вот тут вопрос, какой средний комп. Сразу так скажу. Нужно, чтобы было больше 8 гигабайт. Чтобы было ядра хотя бы 4. Андрей. В 11-15 лет, 3-4. Ведем разработку EDT. Интересно узнать опыт других коллег. Ага, есть уже люди с опытом. Москва. Александр в 1С больше 20 лет. EDT пробовал, но пока лично для себя. В большинстве фирм сейчас RDP+, конфигуратор, плюс хранилище. Да, кстати, в EDT можно активно с помощью EDT уже уходить от конфигурации поставщика. Прекрасно обновляться без этого. Это прямо вот тренд уже. В последних месяцев тоже все можно. Хорошо. Давайте двигаться дальше о ботусе. Так, мы сегодня с вами встречаемся на площадке Otus. Это довольно большая образовательная компания. Наша особая фишка в том, что мы подготавливаем продвинутые программы для специалистов уже с опытом по активно набирающим популярность темам. Даже, например, сейчас в 1С у нас есть вот только что появляется очень интересный курс, который, собственно, на свет появляется сейчас благодаря тенденциям того, что в 1С очень здорово и быстро ускоряются качества разработки и стандарты улетают вперед. Вот у нас тоже сейчас начинаются такие обновления. Клиентами у нас являются самые различные компании, обучаемые совершенно разных уровней, специалистов от Junior до Lead. У нас есть образовательная лицензия, поэтому после окончания вы можете получить документы о повышении квалификации, о профессиональной переподготовке и даже получить 13% компенсацию 13% вычета из НДФЛ. Очень различный у нас спектр программ, заканчивая, там, начиная традиционно с программирования, у нас и тестирование, и Data Science, и даже безопасность, геймдизайны. У нас в цифрах нам уже более 6 лет. За это время у нас закончило обучение более 20 тысяч человек. У нас работает более 600 преподавателей. Курсов у нас более 130. Пожалуйста, напишите в чат подходящую цифру. Один, если уже учились у нас в компании. Два, если не учились, но слышали о нас. Три, если впервые знакомитесь с отусом. Слышали? Вижу. Знакомитесь. Так. Вижу, что в основном впервые знакомитесь с отусом. Кто-то слышал. Так, еще мнение. Это все, да. Хорошо. Так, давайте смотреть на нашу тему сегодняшнего урока. Это почему из конфигуратора в EDT можно переезжать уже сегодня. Вот такое слегка символическое название я придумал для этого блока. Среди целей нашего вебинара это следующее. Я постараюсь так рассказать, чтобы после занятия вы смогли уже использовать приемы разработки, которые существенно ускоряют вашу работу. Устанавливать плагины EDT. И это вам, я надеюсь, даст представление о том, как существенно расширяются горизонты ваших возможностей, когда вы переходите вот в такую систему разработки по сравнению с конфигуратором. Надеюсь, у вас будет в ваших памяти то, как вам выходить из затруднительных ситуаций, когда вы начнете работать с ГИД. И в конце, когда у вас уже построится интересная история работы в ГИДе, тоже на будущем можете уже уметь настраивать работу с веткой ГИД. Итак, практические советы по применению новых возможностей в разработке. Пусть это будет называться так. Давайте рассмотрим конкретный наш пример, а именно примерчик работы. Вот есть у нас обработка, то есть вкратце. Давайте просто рассмотрим вкратце сначала архитектуру, что такое вообще EDT. Я бы представил себе EDT как часть такой структуры типа матрешки, когда одно вкладывается в другое. Или так, уровни. На первом уровне у нас операционная система, в данном случае Windows. Дальше в ней у вас устанавливается продукт Java-машина. В Java-машине у вас располагается инструментарий разработки Eclipse. А в ней как раз располагается вот наше программное обеспечение. Это EDT, в котором вы разрабатываете конфигурации. Собственно, вы работаете с таким понятием, как проект. Проект – это не конфигурация, когда у вас, собственно, сами объекты, располагающиеся в дереве, в реальности вы их не видите, они где-то внутри базы данных хранятся. Нет, здесь это самое что-нибудь, настоящий каталог с файлами преимущественно XML-структуры. И дорабатывая, например, какой-то объект, вы сразу дорабатываете конкретный какой-то файл. И далее это все при, соответственно, обновлении помещается уже внутрь базы данных. Происходит обновление. Главным образом вам придется использовать проекты трех типов. Это, вот здесь они показаны в левой части, это проект, собственно, конфигурации, проект расширения и проект внешних обработок отчетов. В данном случае я тут подготовил небольшую внешнюю обработку с небольшим запросом. Давайте вкратце просто посмотрим, насколько здесь удобнее работать. Это по-другому, например, насколько у вас уменьшится количество каких-то повторяющихся действий. Например, если вот вам нужно создать какую-нибудь команду, обработчик, она создается здесь структуру. В структуру модуля вы уже заранее можете заложить распределение по такой структуре, по областям. Вы здесь можете эту поработчик-команду перетащить, обработчик-команформы, например, прямо здесь. Зацепить сюда его. Раз. Есть он здесь. Дальше. Как бы вы ставили делать в конфигураторе, чтобы вам перейти на сервер, вы бы где-то отдельно создавали процедуру. Здесь вы можете, к примеру, вот так сразу поставить. Проверка. Сразу. Во-первых, я сейчас нажал только одну левую скобку, вторая сразу закрылась. Вам всячески среда разработки помогает. И вот эта вот знаменитая здесь левая серая панель, которая на лету контролирует корректность кода, делает самые различные синтактические и прочие проверки. В данном случае сразу видно, что что-то не то. EDT не нравится, что такой процедуры нету. Не беда, достаточно просто подвести мышку, выбрать пункт «Создать процедуру с именем проверка». Она создается. Вы ее сразу переносите в область служебных процедур. Например, вот сюда, куда-то. Здесь просто «Контрол» выбираете на сервере и все пишите. Это одно из нескольких, из большого, вернее, количества самых разных удобств, которые здесь есть. Попросту говоря, EDT не позволит вам сделать ошибку. Это очень условно сказано, конечно, если захотеть, можно ошибиться. Но если так очень упрощенно, вы сразу разрабатываете корректно. Правильно. Количество проверок, которые вам нужно делать, переходя в среду исполнения, в отладку, тут очень мало. Можно несколько часов работать и писать сразу правильный код. И теперь мы пойдем чуть-чуть дальше. Мы посмотрим, как интеграция внешних, так скажем, программ, плагинов может еще вам простить работу. Итак, вот здесь есть такой запрос. Ну, просто запрос из двух частей. И давайте попробуем, например, вопросы. Настро, Linux, и полет нормально. На RET, думаю, тогда запустится. На Linux EDT работает, да. И давайте попробуем такую себе поставить задачу. Значит, вот вы написали запрос. Здесь в последнем запросе, который, к результату которого вы обращаетесь с помощью в выборке, есть шесть переменных. Вот там, где я сейчас участвую в проекте, у меня последний запрос, из которого я отбираю поля. Их там несколько десятков. И по требованию заказчика, они должны длинно и правильно быть названы. То есть, конечно, когда этот программный код растягивается на очень большое количество экранов, было бы здорово. То есть, приходится что сделать? Чтобы вспомнить, как называется переменная, нужно сюда прийти, там вот ее как-то название взять, тут ее вписать. Вот, казалось бы, тут есть возможность посмотреть, что нам предложит сама, так скажем, EDT, какие варианты. И хочется здесь видеть эти самые поля, которые в запросе посчитались, но их тут нет. И у меня вам отличная новость, используя плагины, это можно запустить. Давайте посмотрим. То есть, мы сейчас сразу с вами и, во-первых, посмотрим, как у нас Java и ее вот этот продукт Eclipse позволяют интегрировать сюда плагины. И сразу обрадуемся результату, который нам это даст. Так, что такое плагины? Это плагины, но это, по сути, такие небольшие дистрибутивы. Я чуть позже покажу, где в открытом доступе хранятся подборки плагинов, которые уже разработаны и активно в разной степени используются в EDT. Давайте посмотрим, как мы здесь установим плагин. Нас будет интересовать плагин, который, как ни странно, называется вот так. Работа в программном коде с полями запроса и плагин называется 1SLanguageTool. По сути, тут показана строка, по которой можно скачать репозиторий в архиве. И дальше посмотрим, как это можно подключить. Обращаю ваше внимание, что интерфейс здесь унаследован именно из среды разработки Eclipse. В данном случае она русифицирована. И так получается, что некоторые пункты остались на английском языке, ну а какие-то переведи на русский. Вы заходите в меню справка, как бы это нелогично ни звучало, выбираете пункт «Установить новое ПО». Здесь набираете «Добавить». Нажимаете «Расположение». Выбираете каталог, в который вы разархивировали исходники вашего плагина. Выбор папки. Можете как-то назвать это. Очень классный логин. Нажимаете «Добавить». У вас Eclipse сразу опознает, что там в содержимом. Здесь мы не вдумаемся. Немножечко отклонимся в сторону, в назначение. Главным образом этот плагин обеспечивает вам перевод. Он использует сервисы, соответствующие Google, Яндекс и прочее. Я знаю, что сейчас в некоторых зарубежных странах активно уже запускаются проекты на 1С. А слышал, бывает и ЮАР, и Арабские Эмираты где-то. Кто знает, возможно, вы столкнетесь с тем, что будете работать в конфигурации, в которой нужно будет переводить на английский язык интерфейс. И тогда вам этот плагин, тогда вы о нем вспомните, так скажем. Все. Далее нужно просто нажать «Далее». И вот сейчас некоторое время повисит этот процесс. Всем немножко. Можно на диспетчере задачу видеть, что, собственно, вот платформа Java что-то делает, работает. Вот он занимает память. В данном случае эта конфигурация на базе бухгалтерии называется «Садовод» с небольшими примочками для садового товарищества. Все. Ну и готово. Нажимаем «Готово». И дальше будет происходить перестройка проекта. То есть проект это у нас... Если он даст мне сейчас возможность открыть сам каталог, ну, наверное, нет, он заблокирован на время. Дальше устанавливаю ЦПО. Будет... Давайте откроем. Как можно вообще посмотреть, например, быстро посмотреть на сам проект в меню. Ну, вот проект, тут Source, каталог. И те из вас, кто экспериментировал или практиковал, или практикует в работе выгрузку конфигурации в XML-исходнике, может узнать вот эти каталоги. Очень близко они здесь по названию. Каталоги, catalogs, это справочники, документы и так далее. Сейчас будет происходить некоторая перестройка вот этих исходников некоторое время, а мы посмотрим на готовый результат, чтобы долго не ждать. У нас результат будет заключаться в том, что мы в свойствах проекта увидим вот такие вот пунктики с синим земным шаром. Это означает, что у нас готов к действию плагин LanguageTool. Далее нам нужно зайти... Ну, во-первых, посмотрим, что у нас тут в свойствах. Тут что-то добавилось в свойствах самого проекта. Какие-то вот объекты появились. Но нам нужно не это. Нам нужно зайти в другие свойства. Просто зайдем в свойства данного проекта. Откроем V8. В нем тоже появляется закладочка, соответствующая установленному плагину. Очень удобно. Translations называется. Пункт Built-in Language Translation. И вот этот самый сокровенный пункт, который нам так здорово облегчит работу с результатом запроса. Он длинно называется Compute Query Results Selection Properties from all queries in the module according to Heavy CP Load. То есть будьте внимательны. Решаясь на этот шаг, возможно, у нас будет сильная загрузка процессора. Действительно, если у вас... Ну, вот лично у меня был запрос длиной в 2100 строк в прошлом лету. Часто бывает более 1000 строк. То есть вот эта галочка вам перегрузит чуть более, чем обычно, ресурсы вашего сервера. И вы, соответственно, уже там подстроитесь в вашу работу. Будет это, не будет создавать неприятности, или будет все нормально. Но, тем не менее, сейчас вы ставите галочку. Нажимаете, перемените, закрыть. Вам предлагается перестроить проект. Yes, Rebuild. Довольно быстро это все произойдет. Так, смотрю, пока есть ли какие-то вопросы. Вьетнам, Андрей пишет, что слышал. Видимо, слышал, что есть проект из Вьетнама. Вот я еще... До Вьетнама я еще не дошел. Нигде таких новостей не слышал. Интересно. Так, тут у нас довольно мощная машина. Все перестроилось. Ну, снова заходим в нашу форму. Она, кстати, закрылась, чтобы новый инструмент заработал уже только при повторном открытии. И вот теперь мы хотим уже здесь выбирать через точку, нажав Ctrl-пробел, сами поля. И вот эти поля появляются. В итоге, это комьюнити ЕДТ ждала эту возможность очень долго. Не знаю, в главной группе в Телеграме, освещенной обсуждению ЕДТ, не знаю сотни ли, но десятки раз на протяжении того срока, который я с процессом наблюдаю, справлю, когда же будет, когда же будет выбор полей. И вот он появился. Вот такой у нас небольшой, маленький был экскурс в плагины. Соответственно, если вам плагин нужно удалить, здесь у нас процесс, посмотрим, закончился. Да, вот установка плагина перешла на следующий этап, когда вам Eclipse пишет перезапустить, чтобы приметь обновление, перезапустить, перезапускаете. И вы в итоге придете вот к тому состоянию, которое было здесь, когда у вас вот там появятся вот эти вот значки, означающие установленный плагин. Если вам плагин нужно удалить, если вы их много установили или не нужны уже, делается эта справка. Теперь вы приходите в еще один, согласен, не очень, скажем так, логичный пункт, называется о программе внизу. Здесь детали установки. Просто выбираете то, что вам уже не нужно, например. И вот эту группу пунктов, которые включаются в плагин, и нажимаете удалить. Я начинал с того, что тут работают стандарты разработки и проверки на лету. Вот эти, они присутствуют внутри EDT в виде предустановленных плагинов. Вот сейчас дистрибутив EDT устроен так, что некоторое количество самых основных плагинов, которые ответственны за, например, построение модуля по такой структуре, вот по стандартам разработки, по проверке на грамматическую корректность и так далее, они устанавливаются сразу, и вот вы их здесь можете тоже уже увидеть. Давайте найдем какой-нибудь самый такой стандарт разработки, я вижу. Еще какие-то проверки проекта. И тут, в принципе, можно прочитать предназначение. Вот, например, расширение для EDT, которое проверяет структуру. Есть две ссылки, вторая поинтереснее, она на странице одного из разработчиков EDT Мармошева, там много таких плагинов. Интересно, например, тут можно запуск модульных тестов делать и так далее. Список этот, я не сильно проверял, очевидно, дополняется, расширяется. Попробуйте. На этом вот эта небольшая часть. И этой частью нашего вебинара я просто хотел как раз вам показать, как вы можете расширять ваши возможности в разработке. Не оставаясь на протяжении месяцев, лет в рамках, в принципе, одних и тех же возможностей, как это в конфигураторе. Вы можете даже написать плагин, или там есть такая возможность, но это потребует немного других IT-навыков. Поставьте, напишите ваши вопросы, если есть. Поставьте. Так, давайте почитаем. Запись вебинара. Да. Откуда можно скачать данный плагин? Вот здесь он есть. Давайте еще раз откроем. Вот он. Он даже, кстати, вот теперь самый первый присутствует. Инструмент перевода исходного кода и локализации интерфейса. А вот эти, кстати, плагины, я как раз говорил, они уже внутри встроены. Вот это досел-саппорт, BSP, стандарт разработки и так далее. Тут, знаете, даже вплоть до того, что если вы в справочнике, например, в модуле объекта справочника создаете обработчик событий перед записью, вам сразу здесь загорается вот такой предупреждающий значок, который предлагает вам сделать проверку обмен, не обмен данными ли это, поставить там это. Далее какие вопросы. То есть можно почистить расширение, EDT будет работать быстрее. Я в данном случае пока еще не касался темы, если вы имеете в виду, что тут бывает тип проекта по названию расширения, да, вот он присутствует прямо здесь. То есть его не нужно открывать в каком-то отдельном окне, как в конфигураторе. Насчет, видимо, имеется в виду плагины. Удлиняют ли или перегружают ли производительность работы плагина, я подсказать не могу. Тема такая, довольно-таки ее ставят прямо индивидуально под какие-то свои цели. Но, тем не менее, чтобы просто вы понимали, я вам показал, как этот цикл полностью проходится. Установили, снесли, поставили что-то другое. Если вы на практике проверите, обновляются ли плагины, это уже тема Java, автоматически так же, как, например, там происходит обновление того или иного софта, возможно, что нет. То есть, например, если вы, вот зайдя на страницу какого-нибудь интересующего вас плагина, увидели, что там вышло какое-то невероятно классное обновление, с какой-то долей вероятности вам, наверное, будет нужно снести существующий плагин, версию, и загрузить его заново. Например, для этого. Вот так. Надо просто понимать, как это делается. И поставьте минус, если вопросов нету. Перейдем дальше уже к Git. Вопросиков нет. Движемся дальше. Итак, это у нас будет касаться лаконичного оформления истории работы в Git и приведения веток в порядок. Вообще, насчет работы, командной работы в EDT в Git. Вот тема того, как развернуть работу, к примеру, двух программистов, уйдя от хранилища в Git. Вот сейчас на этом вебинаре я показывать, рассказывать не буду. Приходите к нам на курс. У нас там как раз есть посвященное этому занятию. Вам будет дана возможность сделать домашнее задание, попрактиковаться. Мы посмотрим, как вы решили. Поможем. Или есть запись предыдущего, посвященного EDT, открытого урока от июня. Там как раз вот рассказывается, как вы начнете работу, уже отказавшись от хранилища. На примере двух разработчиков. Эту рабочую область мы закрываем. Не сохраняю. И зайдем. Так вот. В какой точке, в какой момент, в какой исторической точке разработки мы находимся в данном случае? В том случае, в который я буду рассказывать. Когда? Сейчас мы, приятно, это увидим. Произошло следующее. Что, как бы, это краткий пересказ предыдущих серий. У нас были два разработчика. Условно назовем их Катя и Олег. Которые отказались от хранилища. И сделали свою работу, разветвленную в ГИТе. Каждый из них работал в какой-то своей локации. У каждого из них была своя ветка разработки. Дев 1 была у Кати. Дев 2 была у Олега. Сделав свои доработки, они через ГИТ-сервер или через удаленные репозитории. Кстати, возможно, через локальные, например. Если они работали вообще на одном сервере, можно сделать и через локальные репозитории, которые располагаются здесь, не обязательно, на ГИТ-хабе. И вот они закончили работу. Их, так называемые, фичи ветки с разработкой объединил уже в своем проекте архитектор. Ну, или тот, кто, или руководитель проекта. Он видит историю. Давайте посмотрим. Сейчас мы создадим вторую ветку локальную. И завлечь ветку. Нам нужно результат работы двух разработчиков привести в некий порядок. В какой порядок? То есть, о каком порядке идет речь? ГИТ. Система версионирования. Каждый узел на данной ветке означал то, что Катя или Олег приняли решение о том, чтобы зафиксировать состояние своего проекта вот в какой-то определенный момент времени. Это называется, они сделали коммит. Казалось бы, может возникнуть вопрос. Раз каждый из них делал некую работу, допустим, согласно ТЗ, можно же было просто всю работу до конца сделать, а потом просто сделать один коммит. Однако, просто по своему опыту, вот, работа именно, допустим, этим летом, возникает такая ситуация. Например, я Олег. Я сделал какую-то часть работы, и мне ее нужно отдать аналитику на тестирование. Потому что убедиться в правильности работы моей доработки я самостоятельно не могу, потому что я не знаю, как смоделировать данные. Данные могут быть очень сложными. Чтобы мне двинуться в работе дальше, мне нужно убедиться, что данный участок, собственно, ТЗ, я сделал правильно. Соответственно, что мне надо делать? Мне нужно передать это обновление в базу аналитика. Например, в реальности это может быть что-то более крутое. Мы же все-таки ТИВОПС. Возможно, у вас будет это делаться, будет передаваться в ветку, где будут запускаться какие-то автоматические тесты. Ну, пусть это будет просто живой человек, который должен создать какой-то набор данных и сказать, все отлично, все правильно, продолжай так дальше. Чтобы это сделать, чтобы передать данные в другую базу, в нашей идеологии ГИД, это нужно изменения передать на какую-то другую ветку. Чтобы у нас в технологии ГИД версионерной передать данные в другую ветку, нужно сначала сделать коммит, сфиксировать версию и потом его объединить. Мы чуть-чуть позже увидим, как это практически делается. И вот таким образом у Кати и у Олега наросла некая история изменений. Если мы вот это сейчас в таком виде объединим и отправим в прот ветку на будущее, у нас так навсегда и останутся в истории вот эти коммиты, которые, в принципе, не несут никакой смысловой нагрузки. Соответственно, я руководитель проекта или я архитектор. Я нахожусь в той исторической части проекта, когда я не проверяю правильность отработки ТЗ, я просто проверяю корректность программного кода. Я убеждаюсь, что он у нас достаточно корректен, чтобы это поместить все в продуктив, например, или в какую-то ветку главную для разработки. Я эти проверки сделал. Теперь мне нужно данные, ребят, двух объединить. Как мы это сделаем? История из двух веток. Итак, первый вариант – это Merge. Просто слияние. Если кто-то, кстати, уже в ГИТе подобные вещи сделал, либо здесь, либо в других своих работах, где-то в жизни, кто-то работал с ветком, объединял, любопытно поставьте плюсик. Если нет, поставьте минус. Давайте я немножко подожду. Так, вижу минус. Кто-то. У меня не разделяются, да, все по-разному. Итак, у нас… С чем мы здесь имеем дело? С ГИТом можно вполне себе, хоть это и муторно, работать в командной строке. Лично я как раз люблю работать в командной строке. И у ГИТа есть огромное количество самых разных графических редакторов. Один из них располагается внутри среды Eclipse. Она располагается здесь в виде перспективы, при переключении в перспективу. ГИТ называется она E-ГИТ. И, собственно, мы будем работать по ее правилам. То есть, что я делаю? Я, находясь на ветке Кати, df1, вот она подсвечена темным цветом, выделяю последний коммит ветки Олега и выбираю «Слить». Тут пусть будет стоять галочка, которая мне покажет различия. У нас, поскольку есть та же ветка в удаленном репозитории, мы выбираем именно ветку локальную. Вот, идет проект сравнения. Процесс сравнения. Он нам что-то выдал. Давайте заглянем, как выглядит процесс сравнения. Я думаю, всем интересно, кто это не видел. Выглядит он здесь красиво, удобно. Можно увидеть различия. Вот я все посмотрю, что... Что у Олега по сравнению с разработкой Кати. Ну, вот, например, вот Олег доработал такую-то процедуру. Окей. Если бы был конфликт, то вот этот значок был бы красного цвета. То есть, мне сразу легко на душе, потому что я вижу, что конфликтов нет. Мы рассматриваем идеальную ситуацию, когда ребята отработали точно. И не только ребят, но и руководитель проекта, который не допустил потенциально конфликтных ситуаций. У нас на курсе, на занятии, посвященном ЕДТ, будет разбор ситуации, когда возникают конфликты. Что с этим делать? Это довольно интересно. Приходите, покажем. Здесь как раз смоделирована ситуация хорошая. Вот появилось перечисление. Все хорошо. Я нажимаю объединить. Все объединяю. Сейчас он создает комит слияния. Ну, и вот он появился, комит слияния. Ну, как вам? На мой взгляд, все равно мы ничего не достигли в плане экономии, в плане лаконичности. У нас вот если эту ветку теперь отправлять, например, в мастер, а мастер уже отправляется, соединяется с удаленным репозиторием, будет та ситуация, о которой как раз я и говорил, что у нас навсегда в истории вот это все останется. Я, кстати, да, работаю в этом проекте. Вижу вот, и когда заглядываю в ветку мастера, вижу там вот какой-то просто исторический фон с чьих-то действий, который вот так и запечатлелся. Поэтому нам, мы к этому не стремимся. Давайте все отказим назад. Сделаем то, что в терминологии git называется команда reset. Здесь переведено на русский как сброс. Мы выделим... Так, мы находимся на ветке def1. Соответственно, мы должны выделить предыдущий комит. Сейчас давайте... Так, нужно аккуратно делать команду reset, выделяя комит именно этой ветки. Потому что иначе мы удаляем... Если мы выберем комит другой ветки и сделаем ресет жестко, то у нас текущая ветка удалится вообще и превратится в вторую ветку. Поэтому так, Олег у нас это желтая. Def1 это катит. То есть, мод мы хотим вернуться к этому комиту, откатиться назад. Вернулись. Просмотрим другой способ, как нам немножечко уменьшить громоздкость всего этого. Называется он rebase. Вот здесь, кстати, показана команда в git, как это можно сделать в командной строке. Здесь же рядом можно было бы, например, нас вот открыть редактор. Все эти команды делают здесь. И они через некоторое время будут появляться вот здесь, графически отрисовываться. А мы изучим и сделаем это с помощью команды перебазирования, которая на русский язык таким словом перенесено, переведено. И посмотрим, какая там получит у нас картинка. На самом деле команда простящая, rebase.dev. Мы делаем то же самое, находясь на ветке катя, мы выделяем коммит второй, второго разработчика. Есть два пункта, просто перебазировать и interactive rebase. Для интересности нажмем interactive rebase. Пойдем сюда. И вот он нам помогает развести некоторую процедуру. Нажимаем старт, чтобы увидеть результат. Вот, вот что нам дает перебазирование. Он нам ветку превращает в одну историческую прямую. На мой взгляд, это уже намного удобно читаемо. Менее перегружено ненужной информацией. То есть что он сделал? Вот у нас была работа Кати и была работа Олега. Перебазирование у нас находит, идет в историю. До самого начала у нас был inception, начало. Коммит, в котором их исторические линии разделились. Это была версия проекта, которая была передана первому и второму разработчику для того, чтобы они там выполняли свои технические задания. Это их общий исторический предок. То есть гид у нас находит общего исторического предка. Вот этот коммит. И вот располагает коммита следующим образом. То есть он вкраивает туда второго товарища, с которым мы делали rebase. И опять же акцентирую. Все это отработало вот так гладко, только благодаря тому, что не было никаких конфликтов. Иначе бы это не получилось. У нас бы здесь появилось окно, которое бы нам рассказывало, что у нас за проблема, почему мы это сделать не можем. Возможно, там много путей, как из этого выйти. Кстати, да, у нас на занятии с предыдущим потоком вот как раз мы такую историю создали. Довольно это громоздко выглядит. Скажу сразу, лучше до этого не доводить, конечно. Да, вот таких вещей. Там пришлось все откатить назад. Ничего не получилось. И дальше уже, опять же, возвращаемся к теме того, как выходить из конфликтной ситуации. Вот их не было. У нас ни один коммит Кати и Олега не противоречили по программному коду друг к другу. И не только по программному коду. Ну, какие могут быть конфликтные ситуации? Как вот напишите плюсик, у кого есть какие-то мысли, что такое конфликтная ситуация, как это выглядит. Может быть, просто не очень я четко проговариваю. Кто решает такие конфликты? Такие конфликты решает ответственные за объединение. Одинаковые перемены. Например, да. Например, изменение внутри одного и той же процедуры внутри одного и того же модуля. К примеру. Или вы, например, внутри одного и того же элемента формы. Например, Катя сделала там кнопку. Нет, вернее так. Ну да, Катя сделала кнопку свою. А Олег тоже зашел в ту же форму и внутри той же панели тоже создал свою кнопку. И к ним начались различные подключаться обработчики. Один решил свое ТЗ, второй – другое ТЗ. Одновременно справочников. Да. Удаление, добавление реквизитов формы. Тоже возможные конфликтные ситуации. Да. Ну, я не скрою, что нет каких-то волшебных путей разрешать конфликты. Если конфликт вот такой, через который никак не перепрыгнешь, значит, оставляем конфигурацию, вернее, оставляем версию одного разработчика, а второй забирает себе, допустим, еще через какую-то фичу или баг ветку. Ну, допустим, вот у Олега, например, вот мы не могли бы объединить с Олегом. Мы сейчас объединяли ветку Кати с Олегом. У нас, например, не получалось бы объединить, например, джаб 2 из-за конфликта по одному из принципов, которые, например, вы сейчас описали или я описал. Значит, мы отправляем Олегу нашу, скажем так, версию, вот я с этим коммитом джаб 4 через какую-то еще отдельную ветку, через удаленные репозитории, он ее у себя берет, и в нее, уже начиная с коммита джаб 1, сверху заново добавляет свои доработки, учитывая эту конфликтную ситуацию. Далее снова присылает ее сюда, вот также через удаленное отслеживание, и процедура повторяется. Более никакой магии здесь нету, именно так. И эта особенность как раз работы в ГИТе, она накладывает большую ответственность на того руководителя, который распределяет работу, чтобы не допускались такие расхождения. И давайте вернемся к дальнейшему нашему оформлению лаконичности нашей работы. Выглядеть стало, конечно, да, покрасивее, но тем не менее история все равно перегружена ненужными событиями. Мы все равно видим, что, например, вот здесь вот три этапа, которые проходила Катя. Ну зачем она джабов отделала? Ну может просто вот она, не знаю, ей нужно было переключиться на работу в другом проекте, к примеру, и она решила сделать коммит, чтобы просто сфиксировать работу этого дня. То есть зачем нам это в истории нужно? Нет, не нужно. Есть команда, которая нам поможет, как ни странно, как бы это ни удивительно не звучало, есть возможность в ГИТе склеивать коммиты. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсик, если кто-то с этим работал, минус, если не работал или не слышал. Вижу, минус у минуса. Однако есть, да. Rebase. Проходим, как это делается в команде. Итак, смотрим. Наша задача, вот набор коммитов, которые относятся к одной ветке, к df1, вот эти четыре склеить в один, например. Мы делаем это следующим образом. Здесь мы это выделяем вот так. Так. Исправить и Squash. Сразу уговорюсь, в ГИТе нет команды Squash. На самом деле это отдельный набор команд. Он довольно муторный, но базируется на команде тот же самый Rebase. Где у меня тут? Где-то записано это. Это выполняет команда Rebase с определенными параметрами. Вот здесь это названо Squash. У нас запускается процесс, который нам предлагает, во-первых, нам рассказывает про то, что он пытается склеить. То есть он с нами говорит. Если вы бы это делали вот здесь, давайте так делаем. Напишем это как бы звучало. вид Rebase минус i. То есть это Interactive. Дальше говорим, что указатель ветки мы хотим склеить на сколько назад? На данном случае 4. По запуску этой команды у нас открылся бы редактор текстовый, который у нас прописан как основной редактор текстовый для ГИТа. И он с нами затеял бы, на всякий случай сотру, чтобы у нас не запустилось случайно по нажатию, и он с нами затеял бы диалог тоже в виде. вот таких текстов нам бы стал говорить. Это будет комбинация из 4 коммитов. Такие-то месседжи. Наша задача здесь просто назвать то, как будет называться финальный коммит склейки. Как-нибудь так нам в катис. Прекрасно выполненная работа Кати. Ну и, собственно, вот мы видим результат. Мы склеили вот так работу Кати. Исторические этапы, незначащие для истории ее работы, у нас ликвидированы и превращены в один. Соответственно, если, допустим, сейчас мы откатим все назад, как бы, сейчас хочу подвести вас к мысли, как бы вы как архитектор действовали бы, если вы сделали все проверки правильно. Сейчас мы удалим. И клонируем репозиторий из заготовленного. Вот здесь у меня в отдельном каталоге лежит репозиторий подготовленный с тестовыми данными. Мы выбираем. Он видит, что это файловый. Далее ветки мы клонируем вот такие. Расположение я делаю вот здесь. Обязательно должна стоять галочка импортировать все проекты после завершения операции клонированные, чтобы у нас появились, собственно, появился, собственно, проект EDT в перспективе навигатор. Так, сейчас вот он производит создание, пририсовку именно в памяти оперативной проекта, чтобы он здесь появился. Все это маленький он появился. создадим отсутствующие ветки локальные, добавим LSDF2. Этого нам не надо. То есть в конечном итоге архитектор бы сделал так. Он, наверное, бы склеил вот вниз все коммиты Кати, потом склеил бы все коммиты Олега, а в конце сделал бы Rebase. Вот такой, мне кажется, замечательный итог бы работы и получился. И всю эту работу можно название коммита изменить, сказать, что там работа сделанная в соответствии с таким ПТЗ, например, там, если это СППР, например, используется у вас там номер задачи где-то, вписать. И в дальнейшем уже отправлять через удаленное отслеживание, например, перекинуть на ветку мастер, здесь создать также ветку мастер, у мастера настроить связь с удаленным репозиторием и уже отправить дальше в PROD или в направлении PROD. А, кстати, вот, да, вот такими командами можно вообще обходясь без графической оболочки, было бы понять, насколько у нас отличаются, сколько у нас разница в коммитах и так далее. И, в общем, склеить это все дальше. Вот, склейку трех последних коммитов один. Какие здесь ключевые тезисы я хочу перевести? Надеюсь, что мы здесь из этого извлекли. Из того, что в накупленной работе можно наводить порядок, о чем было сказано. И, конечно, в рамках идеологии ГИД для истории имеет смысл оставлять только существенно важные ветки и коммиты. А накапливаются они, как я писал выше, у вас будут. Это только один из примеров, который я привел, когда вам нужно периодически кому-то отдавать работу. Давайте пройдемся по вопросам. И вопрос, а как ГИД работает с табличными документами? Или он только с кодом работает? С табличными документами? С табличными документами? Он работает с ними прекрасно. То есть тут можно вполне себе внутри формы создать табличный документ. Никаких вопросов нет. Пожалуйста, создать реквизит где-то здесь на форму. Табличный документ. Вывести его где-то. Пожалуйста, вот он будет. Можно даже посмотреть, сейчас по-быстрому получится, в каком виде это все зашифровано. Можно перейти в перспективу файла. Вот здесь коротко перейти в документ. У нас утверждена, еда была, да? Форма документа. Соответственно, вот в таком документе у нас хранится закодировано. Так, надо открыть. Открыть. Вот сейчас здесь. Table. По слову table просто сейчас найдем. А, нет, он называется у нас реквизит, да? Мы его даже не перейти. Реквизит 1, что ли? А, ну, собственно, вот. Если ответ на наш вопрос, то вот создав табличный документ на форме, вы создаете вот такую XML область, такой тег, у которого value type – это spreadsheet document. Вот и все. Соответственно, если у вас в гите происходит элементное сравнение, когда вы сравниваете с другой формой, если существование здесь этого тега никак не конфликтует с веткой, с которой объединяется, это все единица спокойная. Вот и все. Я ответил на ваш вопрос? Еще какие-то вопросы есть? Все ли понятно? На какие-то, может быть, нюансы еще обратить внимание? Может быть, что-то проговорить повнимательнее? Нет? Давайте тогда дальше двигаться. И, да, обзор типичных затруднительных ситуаций, в которые легко попасть, когда работаешь в гид. Как из них выходить? Итак, рассмотрим самую первую ситуацию, в которую вы с огромной вероятностью точно попадете. Сейчас мы его смоделируем. У вас при работе в гите никогда не будет здесь одной ветки. У вас тут в разряде, у вас будет вот здесь где локально, будет веток несколько. Какая-то из них была ветка источником конфигурации. Дальше ветка, с которой вы работаете, это, например, некая фича, так называемая ветка, в которой вы решаете какую-то задачу. И вот, допустим, вы должны были бы работать в ветке DEV2, но что-то вас отвлекло, и вы начали делать работу не в своей ветке. Вот это первая ситуация. По опыту скажу, очень распространенная. Вы начали что-то здесь уже менять. Что-то тут уже в коде вписали, разработка 1, что-то тут сделали. И вот в тот момент, когда вы нажали перечисление и назвали как-то его там, например, там города, нажали готово, в тот момент вас и синело. Вы решили вспомнить, а в той ли ветке я работаю? И вы поняли, что вы работаете не в своей ветке, а когда вы делаете создание объекта в дереве конфигурации, оно сразу прописывается в проект. Вам даже не нужно в данном случае нажимать кнопку сохранить. Итак, вы хотите откатить назад. Вы как-то хотите вернуть все назад и перетащить это, например, в свою ветку. Первый способ – это тот случай, когда вы не так много чего сделали, и вы готовы просто от этого отказаться, например. Что можно здесь предпринять? Можно пойти длинным, муторным, не очень быстрым путем. Это отправить сделанное в некорректном месте обновление в базу данных, сделав через приложение, при работе с конкретной информационной базой, у вас здесь будет связь с конкретной информационной базой на диске. Вы можете прогрузить эти некорректные изменения в ту базу, они у вас там, в той базе, останутся. Вы можете выгрузить оттуда, в конце концов, все файлы, переключившись на правильную ветку, и сделать импорт уже из, например, той же базы, или базу, в которую вы прогрузили. В общем, пройтись таким длинным, муторным путем, но через именно конфигурацию, через все файлы, все это сюда вернуть. Давайте посмотрим, как просто здесь вернуть все назад, откатить назад. Так, да. Делать это набором из двух команд в GTA. Если бы вы это делали в командной строке, это был бы команды reset и clean. Сначала вы делаете отменить. Да, он все отменяет. То есть тут у вас... А потом делаете clean. Очистить. В данном случае вы вернули все назад и переключаетесь уже на... Собственно, допустим, вы Олег. Вы переключаетесь на свою ветку. Вот на эту операцию тоже обращаю ваше внимание, что она довольно долгая. В реальной базе, например, в какой-нибудь средней конфигурации, например, управление торговлей 11, переключение будет довольно долго. Поэтому тут имеет смысл настроить такую вещь, как снимки экрана, снимки метаданных. Это будет... Это некий способ немножко ускорять переключение. И, соответственно, вы переключились на правильную ветку, продолжили работу. Давайте вернемся назад, посмотрим, какая еще ситуация с вами может приключиться. Ситуация, когда вы уже создали коммит. Допустим, все настолько запущено, вы настолько все забыли, забыли проконтролировать этот новый аспект. А он, несомненно, будет для вас совершенно новым аспектом при работе команды, при командной работе. Это то, в какой ветке вы находитесь. Это потребует от вас некую новую привычку, освоение новой привычки. Теперь сделаем обновление и это отправим вообще все в коммит. Сохраняем. Снова создаем какое-нибудь перечисление. Города. Делаем индексацию. ТЭФ 1, 0, 1. Почему нам не хочет изображать изменения? Здесь должно у нас появиться сделано изменение. Теперь запустим. Вот наши изменения в ветке ДЭФ 1. Ну, в общем, вы так крепко о чем-то задумались, что-то вас отвлекло, что вы даже создали коммит. Олег там зафиксировали. И вот только тогда вы вспомнили, что вы сделали это вообще не в своей ветке. Надо все вернуть назад. Опять же, вы можете в данный момент прогрузить изменения в информационную базу, если это существенное изменение, и перейдя в нее, можно перейти прямо даже здесь, к примеру, вот если какую-нибудь там здесь тоже базу. Конфигурацию. Сохранить и выдохнуть. Все. То, что я делал или делал полдня или целый день, у меня не пропадет. Переписывать не буду. Ну и дальше с этим CIF-файлом вы не пропадете. Окольными путями вы вернуть это сюда в проект сможете. И вы принимаете решение избавиться вообще от этого коммита. Как это мы уже чуть выше видели в наших экспериментах с настройкой веток. Здесь нужно перейти в историю. Вылить тот коммит, к которому вы хотите вернуться и сделать команду reset hard. Просто удалив коммит с богом. Как будто его и не было. И проверяете достигнутый эффект. Уже в перспективе все ушло. Это у нас были два таких супер экстренных способа выходить из подобных ситуаций. А теперь мы осмотрим интересный способ, который нам предоставляет сама технология гид. Снова создадим вот эту ситуацию, когда у нас что-то мы запрограммировали. Олег. Работка 1. Сомнили. Перечисления. создали программ. Виды зеленых. Старались сделать задачу. И теперь вы хотите перенести свои изменения из одной ветки в другую без удаления и без упражнений с конфигуратором. Для этого есть способ. Он называется стэш. стэш. Смотрит. Про рисуем. Стэш переводится как типа тыничок. Мы можем спрятать стэш. Это такая область, которую создает гид в проекте в своих внутренних файлах. Но что-то типа камеры хранения, где вы можете создавать ячейки. Класть туда сделанные вами изменения, а потом их оттуда извлекать, ну или если не требуется, саму ячейку удалять. Чтобы нам воспользоваться этим инструментом, нам нужно перенести сначала в индексированную ее область, то есть выполнить процедуру git add. Дальше нам нужно перейти именно вверху вот в это меню. и здесь спрятаны изменения. То есть так длинными словами, двумя русскими словами переведено слово стэш. Общение. Ну, назовем название этого, этой ячейки, так скажем, сделал доработку в неправильной ветке. при этом оно все отсюда пропадает. Да, все пропало, все стало как бы и до этого. Теперь мы переключаемся и мы наблюдаем, что у нас появилась вот этот тайничок, в нем появилась такая ячейка. Они индексируются начиная с нуля, вот тут видно в фигурных скобках. Теперь мы переключаемся, мы Олег, переключаемся на свою ветку. Мы сейчас увидим результат и обратим внимание на один потенциально опасный момент, который здесь присутствует. Выделяем и применить накопленные изменения. То есть в командной строке это будет stash apply, то есть применить. Переключились на вторую ветку, делаем checkout и переприменяем. Вот оно здесь появилось. И вот тот самый как раз немножко коварный момент заключается в следующем, что как мы помним, есть команда merge слияние и она очень красиво и точно отрабатывает здесь в гите. Она показывает вам в этом процессе изменения, способно нарисовать вам картинку. Stash работает исключительно просто путем заливания сверху чего-то. Соответственно, если у вас в таком случае происходит конфликт с тем, куда вы помещаете, вы его здесь не увидите. То есть тут нужно к этому обращать очень большие внимание и соответственно не запускать. То есть вот эта команда stash apply, она вам не способна нарисовать картинку различий и где-то чтобы вас схватить за руку, что здесь конфликт аккуратно. Но тем не менее они у вас здесь появляются, должны появиться. То есть если вот не конфликт, ну тут вот видите, появляется такой красный значок, это свидетельство того, что у вас конфликты. Ну вот тут видите, тут были различия как раз внутри процедуры перезаписи и вот он вам здесь настораживающие разные надписи рисует. Это вы переходите в область разрешения конфликтов. В реальности в примере, который я хотел вам показать, у вас бы этого не было, то есть вы просто начали делать свою первую работу, не сильно отклонились, тогда у вас все прекрасно сюда залилось и вы не уходя из вообще проекта EDT просто перенесли ваши данные с ветки на ветку. Первые, где вы сделали неправильное действие, все потерлось, вернулось все в исходное состояние, в нужную ветку перенеслось, вы продолжаете вашу работу. и это у нас здесь был момент с удалением с ресетом. Можно делать разные команды, удалять и текущие и на некоторое количество назад. Я специально показываю здесь и команды в командной строке, кому-то из вас возможно будет интересно и комфортно покажется работать в командной строке, кому-то в графическом интерфейсе. Кто-то возможно уже использует какие-то любимые вам графические гид-редакторы. По поводу выводов, что мы здесь сделали вывод, что когда вам нужно откатываться вам в помощь команды reset и clean, вы можете откатывать и не закомиченные изменения, и закомиченные по-разному. Очень хороша с ограничениями только что описанными команда стэш, ты не чёрк. Первое время работы командной разработки в гите некоторое пройдет у вас с вот такими ситуациями. через какое-то время у вас дойдет до автоматизма проверка того, на самом деле здесь немножко серым не слишком ярким шрифтом показано, в какой ветке вы работаете, вы будете на автомате контролировать, где вы находитесь, название ветки будет более ярко и понятно, например, там будет название задачи, выданное вам, вытили, вытилиуми в СППР, вы будете понимать, что это ваша работа. Давайте вопросы, какие здесь есть. Так, можно ли в EDT снять поддержки базу, прикрепленную к проекту, если она на поддержке, не заходя в конфигуратор? Нет. Тут важно понимать, что EDT это проект, это просто набор файлов, что такое на поддержке, то есть давайте сейчас скажем про то, что есть конфигурация поставщика. Конфигурация поставщика зашифрована в некоторой структуре внутри базы данных с УБД, то есть обратиться и почистить ее там, удалить, там, снять на поддержку эти процедуры вы можете сделать только через конфигуратор. Какие-то еще вопросы? Давайте. Давайте поговорим про наш курс. Он стартует курс 31 октября DevOps 1s. Смотрим на нашу команду. Это страница, заходите, ознакомьтесь. Команда. наши преподаватели, руководитель Улад Муравский, все люди с большим опытом в архитектуре и в DevOps. Охват тем мы сейчас увидим у нас очень большой. Эксперты глубокие, хорошие, квалифицированные. про процесс обучения. Он у нас происходит в формате живых вебинаров. Проводятся они по вечерам, как правило, 8. Длится, как правило, вебинар у нас по стандарту полтора часа, то есть это два часа учебного времени, так называемого. У вас создается личный кабинет. Если вы не смогли посмотреть вебинар, вы можете его совершенно в удобное вам время, особенно если вы, например, в другом часовом поясе, в удобное вам время прямо в личном кабинете просмотреть. Доступ остается после даже окончания обучения. Наблюдаю, что у нас учащиеся очень активно делают домашние задания, мы их проверяем, помогаем, закрепляйте наши темы, которые вы проходите, вам предоставляем пидэбэк, разбираем ваши вопросы, отвечаем. У вас предполагается живое общение с преподавателями, то есть во время вебинара вы также, как сегодня, можете задавать вопросы. У нас обязательно есть в течение вебинара секция на вопросы-ответы, какие-то моменты. Для вас создается отдельная группа в Телеграме, где вы общаетесь. Мы, если какие-то там вопросы, что-то непонятно, тоже на это реагируем, обсуждаем, помогаем. По обучению это, как я сказал, дважды по, то есть по два академических часа, то есть около четырех академических часов в неделю и, ну, так приблизительно четыре-восемь часов на домашнюю работу в неделю вы тратите. Очень рекомендую делать домашку, потому что, вот, например, я сейчас отвлекусь, вот, например, тема EDT, у нас, мы сегодня здесь EDT изучаем, у нас очень хорошо покрыта тема EDT на курсе. То есть у нас, если вы посмотрите на, давайте, вот, сейчас у нас будет раздел, где у нас будет перечисляться вот, наша программа. Вот, в нашей программе у нас EDT как таково присутствует в виде двух занятий. Сейчас мы их тут найдем. В общем, они точно у нас заложены в виде двух занятий. Однако, многие вебинары, многие темы у нас уже сразу раскрываются на EDT. Ну, вот, например, могу точно сказать, что система обменов у нас сразу все вживую показывается, демонстрируется, разрабатывается в EDT. При этом, для тех из вас, кому, для тех из вас, кому комфортно, тем не менее, например, оставаться, практиковаться, в конфигураторе, параллельно мы показываем и в конфигураторе. По опыту скажу, учащиеся уже очень активно домашние задания делают, стараются делать именно в EDT. Хотя мы в данном случае никак это не контролируем, не требуем. Веб-сервисы, HTTP-сервисы, тоже мы это все публикуем уже через EDT. Работа с веб-сервером, публикации на нем, тоже через EDT показываем. Это все отлично работает. Разработка мобильного приложения, тоже, вся публикация и взаимодействие, тоже все это прекрасно, все мобильные приложения, все здесь это у нас разрабатывается все параллельно. Это очень по-другому выглядит в конфигураторе, параллельно показываем и в конфигураторе. По, собственно, теме EDT и ГИД у нас очень хорошо все распределено. То есть у нас сначала есть занятие по ГИДу, чисто теоретическое для тех из вас, для кого эта тема новая, для кого пока что еще очень сложно, например, пока вы, может быть, не понимаете, что такое разработка на ветке, что такое ветка та, ветка та, слить ветки. Мы покажем просто сначала занятие по ГИДу, где вы просто можете поэкспериментировать на удобных вам простых данных, какой-нибудь каталог с чем-нибудь, с текстными файлами и так далее. И только дальше у нас будет уже занятие по EDT и EDT занятие уже с ГИДом, чтобы вы уже подошли к этой теме более-менее с пониманием, как ваш проект версионируется с помощью ГИДа, например, переключаясь через ветку. Например, если мы сейчас сделаем, вот переключимся на эту ветку, сейчас удалим проект полностью. Вот так его удалим. Это не означает, что вот он здесь пропал, это не означает, что его не стало. На самом деле, если мы сейчас переключимся на вторую ветку, он здесь появится. То есть мы подготовили как раз для вас вот именно вникание в эту тему очень плавно и хорошо. Да, и у нас тема, кстати, темы программы у нас всегда активно обновляются в зависимости от актуальных запросов в сфере IT-технологии. По карьерной информации интересно, наверное, посмотреть, к чему можно прийти в своей профессиональной деятельности, двигаясь в данном направлении. Тут у нас подборка актуальнейшей информации с hh.ru Какие есть зарплатные предложения на рынке. То есть Junior, Senior, да, зарплаты указывают, конечно, не все. Многие из вас на этом сайте, наверное, бывают. Но вот у нас поведительно так. С опытом 1-3 года 160, например, получается вот такая статистика. Более 3-х до 6-ти лет уже 170 тысяч. Ну и как примерно выглядят вакансии, в которых уже проявляется потребность в знании DevOps-практик, которые мы вам будем показывать на нашем курсе и из которых вы в конце уже сумеете сшить хорошие такие автоматические процессы. Например, вот такая вакансия обнаружена, системный администратор и DevOps-инженер. Если посмотреть темы, которые здесь есть, многие темы мы рассматриваем, например, работа с веб-сервером Apache и смешку поменьше, но с Apache мы очень много тут работать будем, к примеру. Итак, и сяк он у нас будет использоваться и для развертки мобильного приложения, к примеру. DevOps-Middle, например, 150 тысяч на руке. Вот тут уже, кстати, напрямую работодатель заявляет о интересе к развитию DevOps-практик на предприятии. EDT очень способствует запуску DevOps-практик и запуску проектов CI и CD. Там сразу можно это интегрировать с гид-серверами, а на гид-серверах типа GitLab уже запускать много автоматических процессов. Например, автоматические проверки и автоматических тестов, и автоматические проверки программного кода. Например, через SonarCube у нас тоже рассматривается. Ну и вот ведущий программист. Вот уровень приблизительно такой. Теперь у нас тема рефлексии. надеюсь, что мы увидели, какая гибкость есть в работе в EDT. Смотрели, как выглядит вся эта кухня работы с командной разработки в ГИТе, как много у вас будет коммитов и веток, и как с этим всем разбираться, и как этим правильно управлять. напишите какие-то есть еще вопросы, какие-то темы, о чем-то вы слышали, что-то, например, там у вас есть какие-то камни преткновения, вы там хотели бы, например, заниматься EDT, или переходить на EDT, но видите, что какие-то у вас, упираетесь в какие-то препятствия, например, на предприятии или там дома, не можете развернуть, пожалуйста, задавайте вопросы и вам отвечу. Так, у нас есть ссылка на опрос, пожалуйста, пройдите опрос. Так, преимущество перехода. Преимущество перехода. Так, нет опросов. Ну, во-первых, огромное упрощение вашей работы, то есть вы перестаете фокусировать внимание, но на каких-то проверках вам среда прямо на вас смотрит и вам помогает. И код писать и так далее, проверяет все. То есть вы очень мало переходите в отладку, чтобы проверить. Потребность в этом спадает. Плюс в командной разработке вы, наконец, сбавляетесь от хранилища. Вам не надо дожидаться, пока кто-то, особенно кто-то, который не на связи, не берет трубку, захватил дерево конфигурации или захватил какой-нибудь популярный объект типа справочник номенклатуры, и вы не можете делать свою работу. Вы можете спокойно в одном справочнике, в одном модуле делать работу. Например, в справочнике, я не знаю, номенклатура, только в разных процедурах. Катя делает свою работу полдня, Олег делает полдня свою работу. То есть, вещь совершенно немыслимая. Это развязывает руки, вращает. Так, и сейчас у меня тут должна появиться ссылка, сейчас я вам на опрос. На процессоре ниже, чем Core i5 будет работать? будет. Самый длинный процесс это сборка проекта. Импорт проекта, который вы запускаете. Он действительно долгий. Какие-то вот на предыдущем нашем открытом уроке там есть пример, как я делаю некие простые доработки в проекте бухгалтерии. Какие-то простейшие в форме что-то добавляю, какие-то кнопки на ноутбуке с 8 гигабарит гигабайтами памяти i3 делается, сохраняется, обновляется. Больший акцент нужно делать на памяти. память в процессоре количество ядер. Ну, жесткий диск понятно делает, что SSD. Так, сейчас мне нужно еще достать ссылку на прос. процесс. процесс задержался. Пожалуйста, пройдите опрос. Какие-то еще вопросы? Давайте по... Нет вопросов. Запись вебинара, где будет лежать... Ну, она, во-первых, появится на странице курса. Вот здесь, в конце, в разделе мероприятий здесь у вас будет. Вот, кстати, вы можете посмотреть наш открытый урок, посвященный автоматическому тестированию 1S Automation. И вот предыдущий, посвященный тоже EDT. Будем рады вас видеть на нашем курсе. Он у нас приобрел хорошую зрелость уже. Активность на нем большая. Приходите. Старт обучения у нас 31 октября, через 2 недели. И всем, да, всего доброго тогда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...